Кальций Д3 Некомед. Турбота про свою красу уже зараз. Путин будет хотеть выжить в этой войне. Потому что остановить мобилизацию для него это смерть и подок. Это автоматически приведет к тому, что кончатся вооруженные силы России и он лишится своей власти и своего иммунитета. И он будет просто устранен от власти и его убьют. Свои же причем. Поэтому он будет стараться убить максимум российских солдат. И для этого ему нужна мобилизация, которая будет продолжаться перманентно, без перерыва, достаточно длительный период времени. Столько, сколько будет ему необходимое. Хорошо. Но а есть ли ресурс для их, вот мы показывали в сюжете, что у них нет ни обмундирования, ни еды толком, ничего? То есть там поговаривает Северная Корея, шьет зимнюю одежду для российской армии. Есть ли ресурс у России на эту мобилизацию? Нет у нее ресурса для этой мобилизации. Потому что большую армию надо не только мобилизовать, ее нужно еще и одеть, и накормить, и привести к месту смерти. Вот. И вот всего этого нет. Это все возникает проблема. И, в общем-то, они не будут ее сильно одевать, не будут сильно мульнировывать по одной простой причине. Потому что другая логика военная. Время жизни мобика на фронте несколько суток. Зачем на него тратить много ресурсов, если он будет убит через пять дней? И это срок его жизни. Для этого его туда везут. То есть логика достаточно простая. Вот, допустим, 570 человек бросили под Макит. Из них через три дня осталось там 20 человек. Но три дня они держали вот этот участок фронта. Все, вот это их была задача. Они небольшой участок фронта держали три дня. Все, они погибли все. Но свою задачу выполнили. Вот этого достаточно для российской армии. Это такая тактика и логика Первой мировой войны. Более ранних позиций. Так, де-факто, чего добились российские власти? Чего Путин добился этой мобилизацией? Он этой мобилизацией добился того, что эта война не закончилась еще. Что эта война продолжается. Потому что если бы он не провел мобилизацию, сейчас бы эта война уже шла к концу. Одной простой причине. Потому что у них нечем было бы воевать. Они бы бежали, бежали, бежали. И сейчас они для того, чтобы не бежать, бросают как затычки вот это некоторое количество своей живой силы. И они погибают. Но за счет своей смерти они, скажем так, оттягивают на себя силы армии Украины. Сбройные силы Украины вынуждены тратить какое-то время на вот этих вот мобиков. И это останавливает продвижение. Потому что приходится на них тратить время. На них приходится тратить вооружение. На них приходится тратить наши силы. То есть растягивают. И вот, собственно говоря, вот силы. Вот эта логика этой пехоты 21 века, которую набрали специально для того, чтобы убить. Поэтому мобилизация будет идти постоянно. Мы должны знать статистику. Статистика заключается в том, что ежедневно в России примерно 2,5 тысячи мужчин становятся 18-летними, становятся совершеннолетними. И, соответственно, становятся пушечным мясом для путинской армии. Вот где-то на 2,5 тысячи человек в день он может рассчитывать смело. И так как сейчас гибель составляет 500-800 человек в день, то у него еще остается резерв. Ну и вот таким вот незамысловатым, лукавым образом он будет продолжать свое существование у власти. Бросив Россию в эту войну. То есть понимаете, да, то есть логика простая. Берем живых людей, делаем из них мертвых за счет премия, которое нужно на то, чтобы их убили. И растягивается процесс. Вот все. А насколько он может растянуться тогда, этот процесс? И доколе он будет тянуться? Ну вот получается, по статистике он может продолжаться, в общем-то, бесконечно. Потому что бабы-дуры в России еще нарожают. И этот процесс идет. То есть он не будет, сколько Путин будет жить, или пока российскому народу не надоест убийство, то, что их убивают. То есть получается вот такая, ну, как бы дебильная немножко логика. Но тем не менее, это именно то, о чем идет речь. Сейчас то, что мы наблюдаем. Мы с вами говорили и предупреждали, как бы, наших зрителей о том, что так будет еще в июле, в августе месяце. Вот сейчас оно пришло, и оказалось, что мы были правы с вами. Да, вот так оно и происходит. Они просто за счет жизни российских граждан укрепляют свою линию фронта. Сколько это будет продолжаться? Это может продолжаться бесконечно, пока не наступят какие-то переходы из количественного в качественное. То есть это может быть смерть Путина, естественно. Это может российским элитам, окружению Путина надоест все это. То есть, допустим, те, которые уже подрастают. Там Патрушев, молодое поколение. Дальше имеется сын Патрушева. Или, например, тот же самый Пригожин, Кадыров, Бортников, Нарышкин. То есть вот, когда вот эта элита немножко силовая поднимется больше, а Путин больше ослабеет, вот тогда будут какие-то перемены. Это один из моментов, который может ослабить войну, остановить войну. Потому что преемнику Путина она будет не нужна. Ему нужно будет спасти какие-то российские деньги для того, чтобы удержать Россию. И второй вариант – это когда там уже народ в России вдруг проснется. Ну, на это я не рассчитываю вообще ни разу. Потому что они верят в путинский телевизор. Инфантильность достаточно высока в этом смысле. Спасибо вам большое, Михаил Притула был с нами на прямой связи.